меня зовут оптимус прайм мы автономные роботы организм из планеты кибертрон на канале спортивный дед водитель дальнобойщик байкер сергей сыромолотов правильно серега твой стаж на грузовиках ой волос стаж у меня я думаю наверно лет 13 то есть именно вот на фурах на полу прицепах начинал какие-то маленькие были грузовики тоже начинал nissan atlas зил 130 китайские самосвалы маленький ну как начинал я с них то есть зил вот потом купила себе первого фреда поехал по стране по россии первую часть времени я как бы ездил на якутию якутск то штурмовал стаж у тебя на именно на мейка на мощный ну вот и он дально это именно когда этот лет двенадцать тринадцать то есть именно на американцы почему выбор твой на стал на на фредди почему не камаз например давай мы кого за не будем сравнить с американским грузовиком ну как американский грузовик он себя зарекомендовал то есть он ремонтно пригодный он простой в обслуживании то есть простота надежность то есть видим вот это все в этом грузовике многие спросят как он переносит сибирские морозы если я ездил на нем в якутию то есть я скажу что прекрасно то есть замечательно переносит сибирские морозы весь вон уже он же весь у тебя пневмо пневмо мимо ничего не перемешать бывает а мелочи там перемешни трубочка но это все мелочи как бы машина для наших сибирских условий я думаю что лучше ее нет то есть она прям прекрасно ну и место в ней место да то есть место позволяет это квартира на колесах то есть отдыхаешь а видимо американцы сколько стоит фред вот подобного типа по подобного года володь цены разные то есть сейчас средний ценник давай вот так ну полтора миллиона полтора полтора два это без это без при это без прицепа это знаешь как бы я тебе скажу ну такой средничок короче полтора-два ты раскаешь полуприцеп полуприцеп контейнера у вас сколько тонн контейнера грузят по-разному то есть 30 тонн даже больше было 30 длина длина 12 метров как быстро привыкал например ты знаешь как бы как прям ну вроде как это быстро привык то есть первый раз когда сел то есть но естественно когда садишься на полуприцеп то есть там руль другую сторону по груди вот быстро быстро по пару раз потел пару раз попсиховал побега и в раз мат послушал да ну да да и так привык бы быстро привыкать серёга ведь раньше этот грузовик был простым синим фредлайнером ну я бы раз как как он стал оптимус праймом я бы не сказал бы что он был простым он был классиком то есть это фредлайнер classic 132 xl ну то есть он внешне он маленько отличается других машин вот как он стал оптимусом 1 мая 2017 года произошло дтп на мой грузовик совершил наезд другой такой же трак на задержанном спуске водитель пренебрег всеми правилами то есть он чисто человеческими так возьмем большие знаки водитель тормозит двигателем то есть человек работает на большом грузовике и как бы он пренебрег этими правилами нагрел тормоза то есть нагрел диски тормозные и полетел вниз то есть совершил наезд на мой грузовик сзади тебя догнал да он мне догнал вот ну просто он мне догнал перевернул на бок сам ушел в обрыв то есть твои ощущения расскажи как когда была авария валют но эти ощущения как бы их вот сейчас мы можем смехом как бы это все разговаривать на тот момент мне не было конечно смешно блин этого это было страшно если честно то есть вот эти вот эти эмоции все не передать то есть как бы я не понимаю вообще что произошло то есть как знаешь как пьяный какой-то не пьяный то есть выскочил прожил переворот я выскочил с машины то есть через боковую через водительскую дверь то есть она получилась уже сверху да как то есть она набок набок да то есть как как станка вылез короче а мы же как ездим в шортиках носочках там туда-сюда то есть май месяц снег заждем то есть я выпрыгиваю вылажу на машину смотрю по сторонам и никого не вижу то есть что произошло то есть то есть я даже и принципе то не понял смотрю на дороге лежит мотор ну то есть но это не мой мотор это мотор 2 участника дтп я бегу в конец прицепа то есть мы посмотреть что там я моя у меня вот понимаешь мурашки вот прям до сих пор от этого всего воспоминания то есть там просто груда мебель и железо и всему кучу но уже было хотел прыгать туда как бы спасать человека стрюза вылез космонавт живая живой 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 вылез за ребра держится скорая пожар к этому все это он нашел счету докладов он да он ушел в обрыв то есть там внизу железная дорога он маленько до нее не доехал чуть-чуть там метров там прилично то есть метров 70 он там прям расстелил все то есть мебель это вся разбросана все это разбросываем ну кроме машин принципе никто не пострадал серега люди вот после дтп какую-то помощь оказывали нет но водители дальнобойщики там люди из-за не какие-то конечно вот оказывали то есть люди но кто-то продукты оставлял то есть останавливались спрашивали чем чем могут помочь на допустим кто-то продукт и оставлял кто-то как бы много-много зерно это братство существует все равно люди останавливались ну ты же сам понимаешь да то есть все мы работаем по безналичному расчету то есть оплата только после того как это буду допустим доставил груз на то есть у меня груз был с новосибирска нового модель здесь на заправлялся за свою за свои деньги то есть заправился поехал но не доехал то есть груз не довез естественно денег не получил денег в кармане было всего три тысячи то есть за подъем машины то есть чтобы машину поставить кран 28000 попросили то есть и мои друзья мой друг выложил в группе где-то не помню или ватсап или вайбере ну где он дальнобойщики общается выложил мою карту то есть с просьбой о помощи да то есть и ты знаешь на мою карту полетели деньги то есть вообще по 300 рублей по 500 3000 скидывали кто-то ну там кто 100 рублей кто пинок короче очень многое то есть тем самым не насобирал то есть на карту то есть даже не скажу не я насобирал мы насобирали 26000 получалось нам 26 с копеечками то есть принципе не хватило рассчитаться за кран то есть мы машину подняли первую ночь я ночевал прям там же на дороге то есть в разбитой машине все окна которые были разбиты то есть затыкал подушками чтобы хотя бы как-то потеплее было на второй день уже машину подняли приехал трал ребята приехали за байкальская то есть помогли поставили на трал спустили на стоянку вот прицеп увезли в иркутск сколько там провел на дороге на дороге ну то есть в общем в общем этом 15 дней прожил то есть разбитом грузовике я жил 15 дней как как водитель этот он же виноват он же виновник каким образом дальнейшая раскручивалась мы как раскручивалась то есть человек он приехал второй день то есть его увезли в больницу ну вот после аварии как там ребра повредил на второй день он приехал в аварию наваренную на место аварии на место это уже знаешь как бы серега да ты ты не переживай все я тебе помогу да я виновен там туда-сюда как бы игру ты вообще столько делов она творил то вот и посмотри что да все ты не переживай я тебе помогу ну короче вову мы этого до сих пор я где-то заблокировал то есть помощи никакой вот груз сколько стоил и как это вообще его страховка или как это груз короче груз повешивали здесь на вот эту недостачу на меня на тебя страховка не работает нет страхов груз не был застрахованный там ущерба короче получилось почти на 200 тысяч то есть печенюшки вез там где-то который намокли где-то еще что-то повешили на меня у нас законодательство такое интересное то есть я говорю ребят ну как бы есть же виновник торжества то есть вы как бы к нему все вопросы то больше меня подбил не я сам же они гернут и вот как бы у нас договор между с тобой то есть ты будь добра считайся потом в судебном порядке то есть виновника торжества ты можешь принципе получить так что нам еще 200 косарей вот посещение 15 дней ко мне приехал мой друг с красноярска то есть специально выехал с красноярской приехал мы частично после того как гибдд наша дали добро забрать машину выехал с красноярска мы частично погрузили грузовика и притащили его сюда домой все да получается после этого начинается эпопея остановления оптимуса прайда вас воскрешение у вас воскрешение нет я не делал оптимуса да как бы как это все начиналось я как начиналось это все начиналось просто это просто ты понимаешь как бы я еще живя там на култуке то есть на байкале ну 15 дней надо чем-то было заниматься то есть я пролез всю раму то есть посмотрел чтобы не было нигде это шат рама целенькая была то есть запустил мотор то есть прокрутил запустил все машина завелась то есть я уже после этого принял решение что я буду его восстанавливать то есть замена кабины там естественно это все вот притащили мы в красноярск начал я приценивать то есть малярам не малярам то есть сколько мне прямо хотя бы примерно приблизительно ну хотя бы сосчитать сколько мне получится это вообще весь ремонт вылезет короче ну в общем короче приехали созвонился одним сервизом ну вроде как занимается покрасками машин думаю ну при хотя бы прицениться сколько мне это все обойдется приехали ребята походили я грудь не кисточками не знаю чем они хотели красно золотой краской это я говорю да сколько примерно покрасить вот он походил походил 150 не считая краски каких это как монгольских или русских это 150 тысяч русских тенге это ну я знаешь как бы сразу напрёкся то есть не то чтобы напрёкся как бы думал блин чудо нихера себе ну как бы это ценник-то нормальный 150 не считая краски то есть но я уже в голове суммирую что это ну краска где-то тысяч двадцать пять-тридцать наверно ну да 200 200 тысяч примерно по краской вылезет там плюс-минус что-то так это ягу ребята ягу капот отремонтировать там но стекловолокно он походил походил 30 то есть я уже еще сумею моё ты знаешь мне прям желательно у кого восстанавливать это я понимаю что меня разводят хотя принципе с этими малярными делами не сталкивался но я понимал что меня разводят прям на ровном месте их у ребят на чем приехали ангетон иномарка возле забора стоит я бы сели в нее груди и поехали туда как как то монета ноги есть ходить имеешь вот и тут же у нас на территории гаража вот парень восстанавливался покупал старенькие машинки японские там красиво не красиво короче в общем я обратился к нему я бы я низ я бы ты пойдем посмотришь он вышел мы с ним походили то есть ему все объяснил что я хочу примерно то есть что нам ну фронт работы могут хорошо я посчитаю причем и сколько он насчитал 60 причем он не стразами как те хотим 60 60 ну говорит краска твоя к то есть хоть золотой горит какую купишь то есть вот работа гитма строится то есть я примерно два раза его мою ну в общем шел долгий процесс сборки приехала кабина с хабаровска то есть ребята привезли кабину с хабаровска шел процесс сборки я не свой этот момент то есть подготавливал ну машину к покраске то есть где-то шлифовал там полировал что-то своим делом занимался занимался своим работали все там провода там обшивка там все салоны я не с в этот момент то есть вечерами я с интернетом-то сильно тоже не дружил то да и часто сильно с ними дружу он приносил фотографии машин то есть он спрашивал каким будем светом красить синим это однозначно потому чтобы в тех паспорте не менять цвет он начал приносить мне фотографии приносит 1 2 3 машинка ну че-то вот не тот вроде как-то я грузинец может что-то еще он давай сам на компьютере делать какой-то подбор приносит я говорю ну вроде пока носит носит вроде работа идет то есть столько кучу машин он мне фотографии приносил и вот короче как-то он приносит эту фотографию оптимус он говорит давай так покрасим он прям знаешь вот настоятельно так я говорю я не смогу как-то ну пестро получится ярко там он да вот давай и все я понимаю но он две недели за мной ходил то есть все равно по работа идет же потихонечку то есть есть чем заниматься и он мне две недели вот ты давай вот так покрасить в общем ягод ты сможешь так покрасить вот я смогу ягодишь красть в общем приехали мы на подбор краски часа четыре мы выбирали только краску то есть выкрасы делали подмешивали перемешивали в общем подобрали цвет покрасили машину на покраску ушло у нас почти сутки то есть сутки мы красили даже вы начали часов в 11 утра и закончили на в 5 или 6 утра то есть сутки мы красили машину закрыли бокс через день его выгнал блин я смотрел на него у меня чуть-чуть слезы не накатились думаю мою кого мы накрасили ну ты понимаешь я расстроился если честно изначально расстроился думаю мое что я наделал что хочет рисовали перебью в игрушки в детстве не наиграл ну правда у меня я расстроился изначально я прям расстройство какое-то было но и опять же я в голове рисовал эту какую-то картинку да то есть все равно как бы уже я представлял что получится но думаю начну потихонечку собирать там уже видно то есть уже потом когда мы начали добавлять там трубы хром все это и машина начала преображаться то есть вот так появился оптимус дыхание оптимуса до дышать опять же собирал же я видишь я же не выставочную машину собирал то есть это рабочая до рабочая лошадка то есть он работает также каждый день сколько денег бухал восстановление и срок пока ты собирал а срок срок какой было денег денег я подсчет не вел если честно то есть я не считал там на бумажке не писал кто сколько куда я потратил но примерно 1800 там 900 может быть вот вот так а по времени по времени восемь месяцев 8 короче ты заново родил ребенка но если честно доносил все равно она как бы все равно вроде когда я его собрал все равно там болячка вылезет там не докрутил да мне доделал не долетил то есть это еще месяца три его там подлечил в процессе работы то есть вот так вот и он тебя мозг тоже немножечко тоже до требовал внимания все равно не хотелось ли тебе вот приходила ли мысля такая что все плюнуть и продать все уже достала ты знаешь это вот последний месяц они такие были то есть сам представляешь насколько это адский труд то есть каждый день я приходил переодевался в мазуту в грязь в пыль короче это вот ежедневно да и вот на последние месяцы я уже думал что я просто его не соберу то есть хотелось уже плюнуть опять же наши слабые половинки пинка вовремя дают смотря у кого какие поэтому есть же которые половинки в колью тебя ставят на есть который выбивает из нее ну да то есть моя моя половинка меня в колью поставил опять же да она мне очень сильно помогла то есть морально я конечно благодарен наши жены те пушки реакция людей глядя на твой большой автомобиль ох реакция людей реакция у детей на нас к весе у детей на раскрыть его грузовик наверно видимо получился то есть на радость детям то есть дети от него пищат ну это то это большие дяди как бы ты знаешь я когда первый раз на нем выехал я не ждал такой реакции то есть все фотографируют все там знаешь голову заворачивает мимо остановки проезжая его провожают взглядом то есть я понял что грузовик такой получился интересным после как-то добавилась клинт 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 к я база какая-то или нет вот этот внешний клиент кияпо зависшего лодь как бы у меня сфера деятельности маленько поменялось то есть я же ездил по россии то есть с рефрижератором фрук всей россии да по всей россии но в основном китай китай владивосток и якутия то есть перевозил фрукты овощи скоропорт а сейчас сейчас я таскаю контейнера здесь по красноярскому потому что рефрижератор пришел в негодно ярскому краю по красноярскому краю рефрижератор пришел в негодность то есть на новый естественно сам понимаешь его купить он стоит почти миллион вот насобирали денег на старинке контейнера вас ему 40 лет 41 мой ровесник и ты же его полностью получается начиная от винтика наверно перебрал на прицеп и прицеп и грузовик грузовик до срамы был полностью собранный люди вот ты восстанавливал до помогали ли тебе например из не ну например что таким запчистюльками запчистюльками да да и помогали запчистюльками помогали железячками то есть я и постоянно ездил на фторчерме здесь рядышком есть где-то там надо железку консервную где-то приводить это еще что-то и от парень не ты вот четвертый раз вид ко мне приезжаешь чудил ты куда их собираешь что те же лизячки это машину восстанавливаю он будет покажи фотографии ему показываю фотографию отдает мне ту железячку я будет и деньги возьмем и денег не надо я в смысле не надо он говорит ты когда в машину соберешь пригони пока покажи меня пожалуйста вот так люди ты знаешь вот мне много человеческой такой доброты вот не знаю как-то помогали все многое вот у нас ребята в гараже да то есть вот приехал с рейса естественно у меня же не как осьминога там 88 руб да то есть надо там вроде подержать тут покрутить вот сашка иди подержи там или юрка иди подержи все вот один подержал вот так всем миром и его собрали душа в общем вложена здесь не только твоя нет здесь люди здесь это просто вот этому поводу здесь душа она вот есть здесь присутствует но после того как собрал получается ты же ведь долго не работал когда я не работал ну почти девять месяцев и не работал то есть я его собрал но финансом финансом все они кончились денег просто их просто нету то есть потому что нету прицепа то есть есть машина но нету прицепа то есть чё делать да и я силы не знаю что делать а дальше вот что вроде собрала а что делать и опять же пришел мой друг мне на помощь то есть я приехал в очередной раз пили с ним чай игру и горошка я грудь часа брать то собрал гружит то не за что крест в ломбард уже унес сдал бери вот контейнеровод у меня есть езжай попробуй хоть на хлеб с маслом маленько заработаешь и все это знаешь я вот зацепил его контейнеровод то есть ну как бы в аренду него взял и потихонечку потихонечку то есть начало шевелиться то есть уже начали появляться какие-то деньги то есть уже как-то стало полегче мне потом вот я справил себе контейнеровод старенький но как бы не за дорого его взял вот чиним латаем дальше едем в общем продавать его все передумал или все-таки было когда было было это был такой были знаешь необдуманный на расшаг скорее всего то есть да я хотел его продать даже я выставил в интернет и приехал человек хотел купить а уже все уже да да и все я его не смог отдать просто ну вот ты понимаешь как бы ну как отдать свое утро родная кровиночка да то есть здесь душа столько сил или потратил и что потом просто распрощаться я не смог я не отдал машину то есть извинился перед человеком купил им обратно билеты ты как в том мультике такая корова больше прорекламировал а потом блин ну да это знаешь как бы такой был поступок такой я его сам до сих пор жалею свою так поступил то есть что даже выставил на продажу даже я жалею об этом то есть ну опять же вот видишь как сказать я себя проверил то есть я с ним я с ним заодно да у грузовика тоже появилась новая жизнь она более красочная то есть более интересная чем чем то есть мы ездим на мотофестивале на фестивале грузовиков то есть 1 1 наш выезд был такой это открытие мотосезона 2018 то есть нас пригласили в роли главной сцены то есть тентованный прицеп открывает то есть получается главная сцена на нем группа рок рок на нем музыканты там ведущие то есть это вот как бы импровизированная сцена то есть это вот первое и первый раз мы выехали как лица в люди то есть помимо работы второй у нас был фестиваль день рождения subaru клуба день рождения день рождения мотоклуба ночные гобрины красноярск и и самый расскажи то есть в 2018 году где-то примерно вот в это же время это была весна на просторах интернета выскочило объявление в одной из групп где общаться дальнобойщики выскочил объявление то есть все повторите дословно его если ты считаешь что твой грузовик самый лучший самый красивый добро пожаловать на track fest то есть выставка грузовиков которая будет проходить в городе новосибирске и побороться загран за главный приз в миллион рублей то есть прям миллион и ты знаешь опять же моя вторая половинка меня как бы и пнула на этот шаг то есть она для сереже ну как бы видимо бог тебе сверху дает но восполнить то что ты потратил на хотя бы то что ты грузовика вложил то есть грузовик действительно достойный надо участвовать то есть я подал заявку скинул фотографии грузовика организатором то есть и все и как бы закрутилась то есть три месяца у меня было то есть сам фестиваль был в августе то есть мне было в запасе три месяца то есть может город новосибирск новосибирска и у меня было три месяца то есть подготовить машину то есть в процессе общения с организаторами по каким критериям будут ценит машину мы еще ничего не решили мы еще ничего не знаем короче как бы знаешь так все поверхностно ну естественно чтобы не в игре не ударить грязь лицом то есть мы начали все сверху донизу короче то есть там заказывали ребята вот с америки мне такие вот патрончики все как будто ну такие знаешь мелочи на которые можно обратить внимание то есть там мотор подкрасил там то захромировал то там знаешь как бы это помимо работы то есть все это делал я домой приходил конечно уставший вымотавший трак фест новосибирск как он вас встретил встретил если можно сказать встретил очень выехали мы в новосибирск машину честно я дома здесь помыл подготовил все чистенько блин но она же как обычно с дорогой пошел дождь приехала в новосибирск до этого списывался с организаторами они как мы вам от трак феста предоставляем там 30 процентную скидку на автомойках короче заезжая на автомойку моют машину я груз трассе трассе я там от трак феста это кто такие я бы ну вот так и так вот и но выставка грузовиков гру вот вроде как скидка здесь 30 процентов мы ничего не знаем короче я был удивлен ладно ну машину помыли мало-мало приехали в экспо-центр организаторы нам обещали для учителя участников фестиваля короче номера в гостинице бесплатно то есть ну как бы это да ну само собой вроде само собой но естественно бесплатно ничего не получилось они нам предоставили 30 процентную скидку 30 с даже с 30 процентной скидкой номер в этой гостинице стоил 3700 засыпки сам понимаешь да как бы то есть было принято решение стать квартиру то есть на четыре дня сняли квартиру в сибирске очень приехали в экспо-центр ребята уже там подъехали то есть ну как бы не все участники были фестиваля но ребята подъехали пока там знаешь первый вечер это такое такое поверхностное знакомство там привет привет там приехал на следующий день я в экспо-центр то есть поближе с ребятами познакомились я понял что я не один такой дартаньян который собирал ваших до приехали ребята тоже достойные машины как бы были конкуренты хорошие прям вот салтая лев то есть тоже собрал машиночку прям я вот смотрю глазами да как бы человека который собирал машину смотрю на то что он сделал я понимаю что в принципе то если допустим взять какой-то конкурс там по переделке этого автомобиля да то есть американца блин он меня переплюнул то есть он много чего там сделал то есть ну конечно человек который в этом не понимает он ему по барабану там красиво на красиво то есть но я реально понимал что это как бы мой первый конкурент то есть что вот с ним нам придется что-то если будет какой-то конкурс то есть будут как-то оценивать машины то есть я думаю что вот он это может быть меня переплюнул будет а в чем-то грузовики были разные американцы там еще туда были американцы то есть вот сережка с томска пригнал петербилл до самосвала такой тоже прям машинка зачетная ну парень как бы он он покупал все в америке то есть есть там все ли там все оригинально там я не знаю там володя даму вот мы разговариваем о моей машине да что там около миллиона да вот а меня это все четыре на этой машине то есть там то есть да вот серега был с челябинска да парень дяденька уже да как бы я скажу ну дядька до такой степени он прям вот огонь если честно то есть он машина у него 16 лет в одних руках сам представляешь да то есть и машинка этого она в порядке то есть он все дальше и продолжает делать то есть улучшает украшает то есть блин прям респект ему короче вот и были конечно европейские машины это была ошибка организаторов собрать вместе американские грузовики и европейские то есть это вообще это прям я не знаю самая большая ошибка которую не сделали то есть это даже их даже сравнивать не с чем то есть вот эти две машины то есть америка и европа это совсем все разные то есть они по под одну линеечку все это поставили вот ну в общем шел фестиваль то есть было все кисло тухло пока как бы ребята просто не предложили где давай ну хоть маленько как бы развеемся покатаемся но вот мы уже взяли эту инициативу в свои руки то есть мы уже начали движение какой-то на машинах покатались детей начали катать ребятишки они выстраивались как знаешь в очередь то есть мы как на автобусах подъезжали партия выходила карусель карусель катали ребятишек естественно ты понимаешь как бы вот это ребятишки это вот но это вот наша радость да ну с другой стороны я их называл маленькие мародеры по тебе столько всего да то есть оттока открыл дверь то есть ну как бы знаешь отказать вот ну вот можно ребенок посмотрит да вот ну конечно можно да то есть все ребенок ты понимаешь он пытается унести чем частичку оптимуса с собой то есть все блестящее все интересно но тут ломали тумблер один короче то есть свернули колпачки с колес то есть ну эти колпачки золотников поскручивали то есть где-то не досмотрел все внесли короче в общем четыре дня в общем на ногах то есть я с утра и до вечера утром приходил убирался и опять все каждый день то же самое все как происходила оценка критерий кто вы что кто должен выиграть этот злополучный молодец володь никто ничего не никто ничего не оценивал то есть все было рассчитано на какое-то шоу да то есть ну народ прибывал то есть опять же непонятно почему то есть как бы входных билетов не было то есть никто ничего не продавал и никто естественно ничего не оценивал то есть ни по каким критериями получше по окраске не по лучшему дизайну просто все как-то знаешь самотеком шло-шло-шло на вопрос к организаторам как будет проходить голосование то есть кто заберет этот миллион ну что они мне ответили что возле каждой машины поставят урну для голосования и в определенный момент то есть когда будет самый большой наплыв людей то есть они будут бросать свои билетики короче в одну из урн то есть ну свой голос отдавать какой-то машине а по итогу а по итогу на четвертый день на 4 день фестиваля то есть ну четыре дня уже прошло как то есть денег ну как девчонки движения то есть я ему задаю вопрос организаторами игру а когда урны будут ставить на что мне сказали мы решили приз поделить на всех то есть на всех участников на всех участников на всех на всех участников фестиваля я не я думал просто на количество людей новосибирске количество участников то есть я гру я как бы ребята с вами не согласен то есть как можно на всех поделить вот есть американские машины да вот вот ну лев да сделал там душа лежит там серёга постарался да там самосвали приехал там да и пригнали в европейские машины они все как на подбор то есть новые машины новые машины стоимость машина 9 миллионов да то есть человек приехал за миллион побороться вот на что мне был ответ он вот якуты горит приехали с якутии ну как бы знаешь я бы ну давайте тогда им памятник здесь поставим это миллион ты на мою ну то есть пригнать стоковую машину до на какой-то фестиваль то есть европейскую машину я не говорю что там там но ладно американец стоковый там все равно там это поле для деятельности пригнать стоковую машину и бороться за миллион это глупо то есть они все как на подбор 4 штуки стоят только единственно мира разные там три семерки три шестерки 3 8 номера были красивые согласен вот ну естественно там мое возражение кто его там будет слушать выдали нам то есть закончил за четвертый день вызвали нас на сцену приглашали на сцену дали нам дипломы участников тракфеста и выдали нам по 100 тысяч виде долговой расписки фантик фантик то есть фантик надо это тебе диплом покажу приготовил так какой красивый да рамка наверно позолоченный вот кто писал это первоклассник ну поэтому у меня к этому диплому такое отношение ты извини конечно но вот так он у меня потому что фестиваль грузового транспорта международный громкое название международный поищу и тебе конечно эту это здесь что фантик сам да это да вот вот он вот он вот это фантик это вот это не фантик я тебе скажу это 100000 рублей 100000 так сейчас выглядит это новая купюра новая купюра на 100000 надо ну в общем короче прошел уже год то есть судя по расписке должны были рассчитаться 25 08 то есть нет это писали в августе а 30 09 то есть 30 сентября должны были рассчитаться то есть нам выплатить суммы то есть с ребятами мы до сих пор поддерживаем контакт то есть у нас есть своя группа мы там общаемся то есть никому ничего кроме таких бумажек ну единственное что много позитива осталось знакомство с ребятами все равно мы общаемся мы встречаемся не встречаемся мы общаемся а вот эти организаторы они до сих пор эти фестивали проводят или да в этом году они планируют провести еще один фестиваль тоже track fest только единственное не решили короче катануть по всей россии то есть казань москва там по моему санкт-петербург и какой-то еще четвертый город так тракт из да так название да что он так и называется ну естественно конечно на этот фестиваль я уже точно не поеду мне такое наш ассоциируется название нас поимели ну главное чтобы и люди другие которые если вот задумываются об этом пригнать позадумывались болоте ты понимаешь если бы изначально бы может быть не было бы разговора об этом миллионе да допустим он проходил бы этот фестиваль в красноярске я бы конечно бы съездил то есть мы получается я съездил себе в ущерб то есть у меня на поездку ушло около 70 тысяч то есть это солярка туда-обратно данного сибирска и плюс проживание и питание хотя бы в ноль бы хотя бы даже хотя вот вот сто тысяч это хотя бы в ноль а я съездил в ущерб себе то есть да я порадовал там ну ребятишек то есть но опять же привлечение внимания да то есть там везде в новостях там оптимус прайм проехал приводите среди своих детей и действительно люди приводили то ребятишек оптимуса посмотреть вот ну и по итогу вот так получилось то что как вот ребятам пожалуй пускай конечно пускай едут то есть только не за деньгами а ради того чтобы просто показать себя ну и как бы повстречаться пообщаться там обменяться может каким-то опытом там чем-то еще если это рядом если это рядом потому что одну в ущерб себе вот а вот допустим сейчас мне поехать в казань так это сам я не знаю к ним точно как-то более-менее лояльные я бы я бы наоборот сказал бы ребята вот так я бы сказала что не стоит этого скажу трак трак фест настоящий трак фест с вами согласенную шутку но это я же говорю ну вот но это вот она жизнь то что было то что прошло как бы но да у меня к действительно у меня к этому фестивалю просто негативное отношение просто если честно позитив только в том что мы с ребятами пообщались повстречались обменялись чем-то опытом каким-то да допустим было прикольно было весело но вот это с ребятами да то есть такими же дальнобойщиками там там других то никого и не было и от организаторы так нам отнеслись цель этого мероприятия знаешь цель этого мероприятия наверно скорее всего не достигнута то есть но как вот я допустим себе представлял да то есть но вот трак фест международный фестиваль да там выставка грузовиков то есть вроде как людей приобщить грузовому транспорту что показать что мы есть такие дальнобойщики да то есть те которые действительно переводят груза да то есть все что мы в принципе имеем на столе в быту там еще где-то не знаю это все привезено именно дальнобойщиками да практически то есть ну не считай железной дороге железной дороге тоже много чего но в первую очередь продукты питания это вот именно возит вот дальнобойщики то есть я представлял как что скажут серёга на тебе микрофон да там то есть расскажи про этот ну кто ты вообще откуда грузовик да и чем ты вообще занимаешься по жизни да то есть я там серёга с красноярска там вот вожу фрукт из китая допустим там лев ты что возишь я там вожу там стройматериалы да вот то есть этого ничего не было то есть было все рассчитано на не знаем шоу какой-то дальше там музыка играет то есть вроде грузовики катаются детей возят все красиво вы больше ничего вроде приобщили то есть мне кажется цель этого мероприятия сути то есть она не достигнут этого всего может быть организаторы на тех ошибках научиться может быть они другой фестиваль лучше проведут к сожалению в нем я больше участвовать на эту карусель ты больше не на эту карусель я больше кататься не буду я не удивлюсь что найдутся еще вроде таких же но волонь может действительно не как бы на этих ошибках вроде все равно же как бы учиться же надо на чем-то да то есть может быть научиться может и будут проводить какие-то действительно будет достигать этот фестиваль какой-то цели там будут показывать или или появятся другие организаторы или может назовут по-другому может еще у тебя получается грузовик ты ведь можешь же ведь и и делаешь это например мероприятия кроме того что на байк байк на байк фест и ты ездишь ты же можешь и сделать например какой-то день рождение выехать на своем грузовике да да мы выезжали выезжали пару раз на день рождения возили детей возил я ездили даже мы в роддом забирали новорожденного 31 декабря 18 года молодой пары родился сын и их друзья решили короче сделать им сюрприз типа вроде как это то есть я должен был приехать в роддом забрать роженицу с ребенком короче вместе с мужем и увезти их домой но прикольно наоборот прикольно вообще если кто-то захочет например привлечь тебя как вот если ты соответственно свободен будешь от основной работы сколько это будет стоить это удовольствие было одно удовольствие то как бы не из дешевых просто ну мало ли ну примерно но около пяти около пяти тысяч плюс-минус там небольшой потому что сам понимаешь то есть солярка у нас дорогая то есть аппетит у машины больше 5 тысяч нормально чай игру вот прокатиться на этом час лимузина 4 5 тысяч большой лимузин большой лимузин до у большого лимузина и аппетит большой поэтому я считаю что прикольный прикольный сам как праздник для ребенка или еще кого-нибудь будет увидеть например а сейчас сейчас выйдет за того из-за угла выезжает не был да были у нас такие выездные ездил это красиво это шикарно ну как бы да восторга наверно у ребятишек вообще ребятишек да мы приехали на день рождения ребятишек а чё нара я уж не помню нара человек пять или шесть они тут поместились короче то есть это было зимой и разделись то скакали на ушах хотели ну тут езди разогнаться покажешь обзорчик ну пожалуйста а Продолжение следует... Ну, наверное, да. Ну что, ты мне покажешь? Покажу, пойдем. Показывай, рассказывай. Праздник, срачельник. Ну, у нас сейчас, что, месяц я стою уже без работы. Ну, то есть, не то, что без работы, закрытие дорог, осенне-весенний период. То есть, месяц уже стою на ремонте, ключи разбросал, все разбросал. Что тебе показать? Москвич. Что там? 408-й, половинка. Показывай. Половинка, пойдем, покажу. А в чем его? А, в чем его смысл? Ну, мы этого москвича нашли на торчереде. То есть, у него перед-то, в принципе, был обрезан. В общем, мы решили с него сделать такую небольшую барбекишницу. То есть, он весь в оригинале, то есть, задняя часть. То есть, даже с номером, черный номер, красноярский бампер, ровненький, фонари, все, стекло. Ну, вот, руки до него еще не дошли. Это у москвича. Не так мы часто жарим шашлыки. Вот. Это запчасть из моего прицепа. Это он у тебя где стоит? Вот здесь именно, да? Вот, да. Вот, да, вот именно на этом месте. Сам гараж, да? Сам гараж. Вот тут второй твой друг стоит, да? Да, этот друг второй меня притащил с Иркутска. Ты имеешь в виду про грузовик, про другой Фред, да? Да, да, да. Видишь, трубы тоже ваяют. Наверное, где-то. По профессии поговорили, Серега? Ну, а как же без любимого хобби? Мотоцикл. Как тебя? Насталась тебе? Насталась тебе? Толкнула сесть на мотоцикл? Да. Володь, ну как толкнула? Оно, видимо, по жизни толкало, толкало. Единственное, останавливало только от покупки мотоцикла. Это, наверное, скорее всего, моя работа. Ну, разъездная, дальнобойная. Потому что купить мотоцикл я не решался ради того, чтобы прокатиться, допустим, там, раз-два в год. То есть, как бы, это меня останавливало. Потому что я уезжал, рейсы длинные получались, то есть, по полтора, по два месяца. То есть, уезжал еще весна, приезжал уже, как бы, середина лета. Летом уезжал, приезжал уже, снег уезжал. То есть, зеленые мухи, белые мухи. Да. А вообще, тебя как мотоцикл, это с детства. То есть, ездили мы на всех мотоциклах, то есть, в то время, да, то есть, на армии. Минске восходы, планета четверка была, Урал был. Это восход? Нет, это хонда, это хонда, ВТХ. Да, ВТХ, еще 300. Вот, единственное, меня останавливало. После, опять же, после этой же аварии, то есть, в моей жизни, маленько, поменялась сфера деятельности. То есть, я сейчас работаю здесь, в городе, в крае, то есть, сильно далеко не уезжаю. И у меня есть время, то есть, вот, на этого друга. То есть, ну, прям, что-то душа. Ну, я думаю, что между мотоциклом и, наверное, между дальнобойщиками, видимо, и мотоциклистами, все равно, есть что-то общее, да? То есть, это романтика. Романтика. И вот, между, все-таки, водителями-дальнобойщиками и мотоциклистами есть какая-то взаимопомощь, я заметил. Ну, ты знаешь, у дальнобойщиков сейчас тоже взаимопомощь, так маленько хромает, хромает, то есть, уже все равно, люди маленько не те. То есть, раньше было, да, время. Да, время. Но, опять же, я это замечаю. Вот как вы, едем на мотоцикле друг другу ручкой машина, да? То есть, приветствуем друг друга. Раньше мы на фурах ездили точно так же. То есть, едешь, едет водитель американского грузовика. То есть, это знак приветствия было, да? То есть, оно как бы, вот у мотоциклистов то же самое. А сейчас не так разве? Нет, нет. Это уже, я тебе скажу, это уже лет 5-6, наверное, уже как отошло. То есть, чтобы водитель, там, допустим, грузовика, там, друг друга приветствует, все, отошло это уже. Еще там, ближе к Дальнему Востоку, там еще вот маленько осталось, Якутия осталось, то есть, там, там приветствуют. То есть, остались, ты вот поняли, да? То есть, поднял ручку, вроде, как бы, в следующий раз поднимешь и не будет тебе руки помощи, да? На восход, да? Все-таки это восход, ты считаешь? Восход 3М. Ну, я так понимаю, это такое. 2300М, 2300М, у вас вот 1300М. Вот, ты знаешь, я тебе скажу так, вот, когда поначалу я, опять же, столкнулся, да, вот, то есть, в наше время с мотоциклами, да, то есть, они все разные, да, там, булевар, там, что-то мне, ребята, там, а, булевар, там, honda vtx, там, yamaha, там, drago, там, или еще что-то, да, про какие-то мотоциклы, там, royal star. То есть, я стою на это все, вот, слушаю, да, и я, как баран на новые ворота, да, то есть, я не понимаю, о чем разговоры-то, да, то есть, это изначально было, допустим, два года назад, да, это то же самое, что, допустим, я с мотоциклистом начну разговаривать о грузовиках, допустим, американских, какие они бывают, там, fredliner classic, center, или еще что-то, да, то есть, это то же самое, ну, и со временем, как бы, все равно уже, это, втянулся, втянулся уже так сдалека, да. Да, бульвар. А видео обзора на его мотоцикл мы сделаем, он нам расскажет плюсы и минусы, honda vtx, не ломающиеся мотоцикла. И, ребята, вас я попрошу поделиться этим видео с друзьями, пускай увидят о таком грузовике. И что, поставить лайк, если вы не против, если не хотите, не надо. И бросить курить. Курить, курить вредно. Это же спортивный канал. А с вами был спортивный дед Сергей Сыромолотов. Всем счастливо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok